Как вязать теневой узор спицами на лицевой глади? Схема с описанием Техника теневого узора спицами состоит в чередовании лицевых и изнаночных петель. На лиц, стороне изображения часто вяжется лиц, гладью, а фон изнанкой. По изен, стороне петельки вывязываются по рисунку. В итоге получается красивое теневое изображение. Используйте для вязки любые крупные изображения. Благодаря этому процесс вязки будет быстрым, а изображение – оригинальным. Если применять вязку с мелкими деталями, то процесс будет сложным, а контрастность рисунка будет смазанной. Красиво смотрятся на таком виде вязки геометрия пейзажа натюрморта и пер. Пряжу используйте плотную и объемную. Благодаря этому рисунок будет получаться четким и красивым. Итак, приступаем к вязанию. Вот как вязать теневой узор спицами на лицевой глади. Схема с описанием. Раппорт 10 петель 20 рядов. Вяжите по схеме. Первый рядок 7 лиц. Три изен. До конца ряда. Второй рядок по рисунку. Повторяйте так до пяти рядка. Шестой рядок все лицевые и так далее по схеме. Рисунок очень простой. На схеме пустыми клеточками обозначены лиц. Пэт кружочками. Это изен. Пэт. Теневой узор ромбы спицами. Схема с описанием. Этот теневой узор ромбы вывязан спицами на изнаночной глади. Такая вязка подойдет для женского или детского свитера. Смотрится очень интересно, а вязать просто. Вот схема описания работы. Данный узор также можно назвать ромбы, хотя если приглядеться, то рисунок состоит из треугольников, которые как бы отражают друг друга. Смотрится очень стильно и оригинально. Такая вязка подойдет для вывязывания полу-увера как для женщины и ребенка, так и для мужчины. Теневой узор зигзаг спицами. Схема описания. Волнообразный зигзаг спицами дополнит полотно с любым другим рисунком. Можно, к примеру, спереди связать такой теневой узор, а на спинке будет обычное лицевое полотно или сделать пару таких волн в районе груди. Вот схема вязки такого рисунка. Теневой узор бабочка спицами. Схема описания видео. Выше на рисунке вы найдете интересный теневой узор бабочка с элементами ажура, который связан спицами. Ниже узор мотыльки стильно дополнит любую детскую или женскую кофточку. Вот схема с описанием, а этот свитер с таким оригинальным теневым узором находится на пике моды. Если вы истинная модница, то свяжите его себе и зависливые взгляды окружающих вам обеспечены. Вот схема с описанием. Посмотрите в видео, как мастерица вяжет такое изображение просто и быстро. Теневой узор листья спицами. Схема описания видео. Посмотрите, как аккуратно смотрится вязка теневым узором спицами листики. Такой рисунок подойдет для создания как свитера, так и шапки и других изделий. Это также будет отличный декор для лицевой глади. В общем, проявляйте фантазию, дополняйте вязку таким оригинальным узором. Вот описание процесса. Для провязывания узора набираем на спицы количество петель кратное 8 плюс 2 мя кром. Петельки. Первую кромочен, пэт. В начале редка всегда снимайте не провязывая, а последнюю кромочную в конце редка всегда вяжите изнанкой. Вот схема описания процесса, затем повторите узор снова с первого редка до десятого. Вяжите столько рапортов, сколько нужно до конца вязания. Посмотрите в видео, как мастерица вяжет такой узор и какой красивый рисунок у нее в итоге получился. Теневой узор цветы спицами. Схема видео. Если вам надо украсить вязание из лицевой глади, то вы можете выбрать теневой узор цветок спицами. Посмотрите варианты вязки, выберите для себя что-то подходящее. К примеру, выше цветок сделан из трех сердечек. Вязать его надо так. Схема, вот еще один узор цветок, просто и оригинально. Как и на всех схемах теневого узора пустые клеточки, это лицевые петли, а отмеченные петли рисунка провязываются изнаночными. Вот еще схема вязки цветов. Такой узор отлично подходит для подставок под горячие кружки, салфетки и дыры. Посмотрите в видео, как мастерица вяжет цветы подсолнухи. Получается очень необычно и интересно. Двухсторонние теневые узоры спицами. Схемы. Выше по тексту мы описывали теневой рисунок зигзаг. Он двухсторонний и вы с успехом можете его использовать для создания вещей, для которых нужен такой вид вязания. Вот еще один двухсторонний теневой узор спицами. Отлично подойдет и для свитера, и для полувера, а также для шарфа. Вот схема простые теневые узоры спицами для женщин. Схема видео. Простая модель женской кофточки с интересными теневыми узорами. Схема несложная, но написана на английском языке. Поэтому мы расшифровали ее для вас, чтобы было еще проще. Вот вязание простых теневых узоров спицами для женщин. Схема переда. Спинка будет выглядеть так. Схема к спинке. Вот расшифровка. Пояснение к схемам. Вот еще одна модель женского свитера, связанного теневым узором. Ромбы с треугольниками. Стильный и красиво. Схема к вязке. Ромбы с треугольниками. А вот такой же свитер, но другого цвета. Интересная и модная модель для молодой девушки. Кстати, рукава можно связать градиентом. Посмотрите, как хорошо смотрится желтая кофточка. Посмотрите видео ниже. В нем мастерица показывает, как она связала женский туп с пиццами теневым узором просто и быстро. Простые теневые узоры спицами для вязки мужского свитера-пулловера. Схема. Хотите обновить гардероб своему мужчине, свяжите ему свитер или пулловер теневым узором. У вас получится это сделать быстро, так как узор простой. Вот схема с выкройкой. Вот еще один вариант мужского свитера подойдет для молодого человека. Ниже есть описание, схема узора и выкройка изделия. Красивые теневые узоры спицами для детей. Схема и описание вязки детских вещей для мальчика. Еще несколько красивых теневых узоров спицами для детей. Ниже вы найдете схемы и описание вязки детских вещей для мальчика. Выше на фото вы увидите простой пулловер, связанный спицами для мальчика. Он выполнен из смесовой пряжи на основе акрила и хлопка средней толщины. Вяжите по схеме теневого узора, приведенного в описании. Модель сделана со спущенной проймой рукавов и с прямым силуэтом. Манжеты рукавов, воротник, нижняя часть переда и спинки связаны с жемчужным узором. Описание пулловера рассчитано на несколько размеров. Еще одна модель красивого джемпера для мальчика в бежево-белом цвете. Вы можете использовать и сочетать пряжу разного состава и цветов. Горловину можно сделать круглой или так, как показано на фото ниже. Как и во всех остальных схемах теневого рисунка пьетли фона, это пустые клеточки, вяжите их лицевыми, а петли рисунка изнаночными. Красивые теневые узоры спицами для детей – схема детского топа для девочки. Связать такой топ для девочки просто. В качестве выкройки подойдет старая майка. Разрежьте ее по швам. Свяжите образец размером 10 на 10. Примерьте, сколько получится таких образцов в будущем топе, и подсчитайте, сколько нужно петель набирать. Такая вещь смотрится просто, но теневой узор добавляет ее оригинальности. Связать топ можно за вечер, но, конечно, это для опытных мастериц. Если вы только учитесь работать спицами, тогда придется постараться и потратить пару вечеров. Вот какой мишка получится в итоге навязанной майки. Это красивый теневой узор спицами для детей. Ниже вы найдете схему мишки к этой детской вещи для девочек. Фон вяжите лицевыми петельками. Мишку вяжите изнаночен – петельками. Схема вязки мишки – теневые узоры спицами для детского пледа. Идея схемы. Очень красиво смотрятся теневые узоры спицами в детском пледе. Как и было описано выше, фон вяжется лицевыми петельками, а рисунок – изнанкой. Все просто и быстро. Ниже вы найдете идеи по созданию пледом и схемы. Эта подборка поможет вам связать красивый плед для своего малыша всего за несколько вечеров. Слюни в чеке тоже просто, но как оригинально. Это настоящий эксклюзив. Это тоже плед, но можно связать отдельные квадраты с рисунками и использовать их для развития малыша. Схема вязки таких детских мотивов – пустая клетка – это лицевая, закрашенная изнанка. Шапка теневым узором спицами для девочки – схема видео. Вы можете связать такую шапку бене теневым узором спицами для девочки с несколькими звездочками или с одной звездой. Все зависит от вашей фантазии. Также вы можете сделать другой рисунок, к примеру, корону, бабочку или сердечко. Перед вязанием изделия нужно рассчитать, какого размера будет шапочка. Вот как это делается, чтобы красиво закончить вязание, разделите все петли на 4 части и закрывайте по 2 пет. В каждом ряду. Делать это можно на расстоянии 15-20 сантиметров от начала вязки, в зависимости от размера. Схема вязки изделия – посмотрите подробнее в видео, как вяжется такая шапка. Носки с теневым узором спицами – схема описания. Такие носки вяжутся на пяти чулочных спицах. Теневой узор получается красивым и необычным. Вяжется просто. Резинку вывязывайте, как обычно, как вам нравится. К примеру, по схеме одна лицевая, одна изнаночная или дыры. Вот схема перед вязкой – сделайте расчет данных. Измерьте длину стопы, обхвачьи колотки и высоту ступни. Описание вязки – теневые узоры спицами. Идея – схемы. Теневые узоры вязать спицами очень просто. По схеме пустые клеточки вывязывайте лицевыми петельками – это фон, а отмеченные – изнаночными. Вы даже можете придумать свой рисунок и создать уникальные вещи. Вот вам идея и схемы для вдохновения. Видео – теневое вязание спицами. Теневые узоры – схемы. Мастер-класс. Прочитайте по теме.